Торжественного открытия очередного мото-сезона брестские байкеры ждали особенно. Ведь каждый раз этот праздник становится грандиозным событием не только для них самих, но и для жителей и для гостей областного центра. Желающих познакомиться с новинками техники и специальной экипировки на площадке перед Ледовым дворцом всегда немало. Как, впрочем, и самих участников мероприятия, многие из которых сегодня уже не представляют свою жизнь без железного коня и рёва мотора. Мы спили без права, без ничего. Ещё прав даже не было. Три года ездим по всем взлетам байкеров. Очень классно. Как говорится, тело возит четыре колеса, а душу два. Так что вот мы ездим, наслаждаемся. Очень нравится. Однако демонстрация техники – это всего лишь демонстрация. Другое дело увидеть её в действии. В сопровождении сотрудников областной госавтоинспекции, по уже сложившейся традиции, байкеры отправились в крепость. По периметру всего маршрута их встречали камерами фотоаппаратов и телефонов, а также бурными аплодисментами. За последние восемь лет я сегодня могу с гордостью сказать, что наши мотоциклисты в Брестской области стали намного дисциплинированнее. В ближайшее время мы с вами будем отмечать и появление мотошкол, и в том числе в настоящее время рассматривается и вопрос о создании площадок для того, чтобы мотоциклисты могли не только, скажем так, выпускать свой пар, но и, естественно, обучать молодёжь. Почему? Потому что если мы с вами проведём всё-таки маленькую такую аналогию по возрастному цензу, то мы, скажем так, у нас в основном гибнут в дорожно-транспортных происшествиях это молодёжь в возрасте от 18 до 24. Торжественное начало сезону положено. Техника после зимы вернулась в рабочее состояние, а это значит, что будут ещё новые увлекательные маршруты, новые эмоции и приключения. Одно из международных событий уже давно вписано в большую, весьма насыщенную программу – «Байкфест», который традиционно примет наш пограничный город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова